Здравствуйте, с вами Иван Кудрявцев, это специальный проект индустрии кино «Летняя студия». Мы работаем на 31-м фестивале российского кино в славном городе Выборге. В конкурсе игрового кино показали драму Антона Коломейца «Свет», главную роль в которой исполняет народная артистка России Елена Яковлева. А Павел Мирзоев представил экранизацию повести Александра Володина «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. Режиссер и автор сценария фильма «Свет» Антон Коломеец известен как сценарист сериального хита «Чики». Его режиссерский дебют в игровом кино «Драма. Ваш репетитор» в 2018 году получила гран-при международного кинофестиваля «Стран Брикс». Новая картина, представленная в Выборге, продолжает тему взросления и поиска себя, затронутую в предыдущей работе. Правда, уже с позиции ретроспективы. События в драме разворачиваются в двух отрезках времени – в 70-е и в нашей дне. Это история про простых людей с очень простыми житейскими вопросами, но у которых есть сложные человеческие чувства, подводные течения. На пороге своего 60-летия Татьяна Сергеевна предается воспоминаниям и пытается переосмыслить, а может и успеть изменить свою жизнь. В ее истории нет ярких вспышек или захватывающих интриг, но есть ценные моменты осознания радости и грусти, дружбы и любви. Повесть ее судьбы, рассказанная Еленой Яковлевой на экране искренне и вдохновенно, стала еще одной талантливой и тонкой работой актрисы. Ей ничего толком не нужно объяснять. Она пару раз мне говорила, когда я долго объяснял, сегодня мы снимаем такую-то сцену, идем оттуда, идем туда. Она говорила, да-да, я помню сценарий, я читала его. И когда она выходила на площадку, и мы делали кадр, сцену, становилось ясно, что она действительно в курсе всего, и мне не нужно ее вообще никак править только на уровне текста иногда и мизансцены. Она каким-то для меня непонятным образом очень точно понимала саму героиню, и ее не нужно было ни разбирать, ни вот в этом отношении. Это было для меня вот действительно открытием таким. Да, ну, во-первых, это редкость, когда снимают о дружбе, о дружбе, о ревности, и очень натурально воспроизведено, поэтому я большая поклонница девчонок, которые это сыграли, вообще всей молодежи, которая там участвовала в этом. Это лучшее, что я видела, на самом деле, за долгое время из российского кино. Это очень искренний фильм, очень живой, очень настоящий. Я искренне плакала, искренне смеялась. Это на самом деле было невероятно. Фильмы Павла Мирзоева не раз становились участниками разных программ Выборга. В 2018 году он представлял на кинофестивале свою дебютную полнометражную картину «Как я стал». В 2020-м увёз из Выборга спецприз-жюри за мелодраму «Зови меня, дрозд». В этом году в конкурсе игрового кино его новая работа «Блондинка». Главная героиня фильма – Ира, которая живёт своими чувствами, желаниями и порывами. И это не нравится её маме. У Иры роман с режиссёром небольшого театра, а у того творческий кризис. Однажды театр закрывается, возлюбленный исчезает, а Ира начинает отчаянно искать своё призвание и место в жизни. Это очень сложная роль. Роль Ирины. Почему сложная? Потому что в фильме нет буквально ни одного кадра без неё. Вот просто технически. Вот нужно выстоять все там смены, которые есть, каждую минуту находясь в кадре. У тебя нет ни минуты отдыха. Основой для своей новой работы Павел Мирзоев выбрал киноповесть драматурга Александра Володина, написанную ещё в 80-х. Перенеся действия в наши дни, немного изменив характеры героев и их профессии, режиссёр, тем не менее, сохранил и воплотил на экране особый поэтический язык Володина, когда сложная тема поиска себя подаётся с лирической интонацией, добрым юмором и верой в человека. Мне очень понравился фильм. Он, безусловно, искренний любви, такой по-петербургский. И мне очень прям понравился фильм. Вообще, я бы хотела, чтобы российское кино состояло из таких фильмов. По итогам четвёртого дня фестиваля, лидером рейтинга кинокритиков стала блондинка Павла Мирзоева. На второй строчке расположился свет Антона Коломееца, а замыкает тройку лидеров Нина Оксаны Бычковой. В основе рейтинга лежит голосование кинокритиков и журналистов, ведущих российских СМИ. В специальной программе Выборга «Осенние премьеры» показали продолжение нашумевшей истории о неутомимом фантазёре Иван Семёнов «Большой поход». Прошлая часть собрала в российском прокате почти 150 миллионов рублей. В документальном конкурсе гости смотра увидели картину о выдающемся советском архитекторе Мельников. Четвёртый день конкурса неигрового кино открыли «Грани добра» Анны Самойловой и фильм-участник 45-го ММКФ «Отцы» Юрия Макиенко. В конкурсе также показали работу Марины Марии Мельника об одном из лидеров авангардного направления советской архитектуры и его творчестве Мельников. Я нищий. Терпит нужду я, Аня и сын. Мы плохо едим и выгадываем каждую копейку. Во внеконкурсной секции «Осенние премьеры» состоялся показ фильма Антона Богданова «Иван Семёнов. Большой поход». На этот раз главный герой, неусидчивый фантазёр и выдумщик, вместе с друзьями отправляется в горы к шаману, который, как поговаривают, исполняет все желания. Это уже не пятиклассники, это уже почти семиклассники, и поэтому они уходят уже из привычной зоны комфорта школы, двора, они уходят в большое путешествие за исполнением желаний. И основной месседж фильма это в том, что мы забыли слово «приключение». Моё детство было пропитано приключениями опасностью, приключениями, тревогой какой-то, интригой какой-то. Вот поэтому, мне кажется, от этого и детство было ярче. И вот как раз мы отправили всю нашу банду через весь Пермский край на поиски шамана, дабы исполнить свои самые заветные желания. Мне очень нравятся фильмы о школьниках, красивый сюжет, всё понятно. Я смотрела в кино уже первую часть, и мне хотелось увидеть вторую. Вот я посмотрела. Вы знаете, такой жизнерадостный, оптимистичный, а потом, когда я вижу детей, а педиатр вообще по специальности, мне всегда хочется, чтобы то, что они хотят, всё сбывалось, их мечты сбывались. Смысл, чтобы быть вместе всё время, не бросать никогда. Очень здорово снято, колоритно, по цвету, супер. И ещё, что важно, природа Пермского края, вот эти все пещеры, каменный город, или, если я точно не ошибаюсь, как называется, как раз-таки то, что мы будем взращивать в наших молодых ребятах. Пускай они видят, как это красиво, и хотят туда ездить, в походы сплавляться, и знают, как это круто. В конкурсной программе анимационного кино были представлены картины участников и лауреатов фестивалей мультипликации разных лет. В их числе Надя Гольдман и её полынь 25, о преодолении детских травм и принятии внутреннего ребёнка, и Юрий Томилов с работой «Мой Пушкин». За шесть минут автор успевает рассказать о жизни великого русского поэта при помощи зарисовок в школьной тетради, сделанных во время урока по литературе. Хотели делать большой, очень ремонах по экранизациям Пушкина. Я экранизацию, не очень хотел какую-то делать экранизацию, и биографический фильм в таком привычном понимании не хотелось сделать. Хотелось мне всегда попробовать в графике детской такой вот в тетради школьной ручкой, что я сам в школе много раз получал замечания за то, что я рисую, а не занимаюсь уроками. «Российское кино. Прогноз на завтра» — это бессменный девиз и прямая задача фестиваля, сформулированная его президентом, киноведом Арменом Медведевым, светлой памяти которого смотр посвящен в своём 31-м издании. Слово гостям и участникам. Как я вижу, что куда будет развиваться? Развиваться будет по голливудской системе, где режиссёр сам же продюсер. Спилберг, Кэмерон, они снимают, зарабатывают на этом деньги, и снимают ещё фильмы. И также выступают как продюсерами, так и режиссёрами. Как бы надо возрождать такое поэтическое кино, какое-то реалистическое, поэтическое, которое про человека, конечно, про человека, а не про сверхчеловека или суперчеловека. Но если мы ещё живём, снимаем кино, привозим его на фестиваль, стараемся, чтобы фильмы понравились зрителям, наверное, кино будет, это во всяком случае. Время специальной рубрики открыто в Выборге. Фильмы, имена, впервые прогремевшие здесь, на этом фестивале. В 2006 году на фестивале в Выборге дебютировал Николай Хамерики с фантастическим фильмом «977» – кино о научном эксперименте, в котором учёные пытаются с помощью технологии исследовать духовную составляющую человека. В числе достоинств картины жюри отметили актёрский ансамбль в лице Фёдора Лаврова, Алисы Хазановой и Екатерины Голубевой. Украсила ленту и появление в кадре французского режиссёра Лиоса Каракса. Тонкое интеллектуальное кино оценили и за рубежом. Дебютная картина Николая Хамерики в том же году попала в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. На следующий год, в 2007-м, Гран-при конкурса игрового кино получила картина Павла Чухрая «Русская игра», снятая по мотивам пьесы Николая Гоголя «Игроки». Комедия о приключениях итальянского афериста в России, попавшего в лапы почти гайдаевской троицы проходимцев Швохнева, Кугеля и Утешительного. Классическое произведение режиссёр перенёс на киноэкран в ярком театральном ключе. А главные роли исполнили Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. Это был четвёртый выпуск специального проекта индустрии кино «Летняя студия» прямо с фестиваля в Выборге. До встречи завтра в эфире телеканала «Россия-24». 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 Продолжение следует...